Я не являюсь таким вот сильно просвещенным, как предшествующие уважаемые докладчики человеком, поскольку в тему архитектуры, градостроительства, принятия государственных решений, ну вот за 25 лет журналистской практики, я не погружалась на это глубоко, мне судьба просто так построилась, что мне приходилось довольно быстро менять работу, не то, что я такая скандально-весклочная, но просто так получилось, в 90-е годы были все, понимаете. И я писала на совершенно развлекательные форматы, то есть, например, у меня был опыт работы в московском издательстве Бурда в журнале «Отдохни», там со звездами шоу-бизнеса делаю, я до сих пор иногда там делаю. То есть у меня жанры вообще все странно-скучные. Но поскольку я горожанин, я нижегородец, и у меня двое детей школьного возраста, естественно, тема развития города, меня как нормальную женщину, как мать двоих детей, она не может оставить равнодушной. И, так сказать, если говорить о моем, громко сказать, творчестве, она возникала давно. Еще когда я работала в журнале «Вы и ваш ребенок» редактором, я вела там рубрику «Прогулки по городу с детьми», и периодически тосковала о том, что вот написать все, что я думаю по поводу этих прогулок по городу, экскурсионных, сравнивая, что было, что стало, как исторически это все. Естественно, душа тосковала. Она неосознанно так тосковала. В прошлом году поучаствовать довелось в перезапуске жуткого журнала «Красивые люди». Все его в городе помнят по очень смешной обложке физиономии Валерия Павлиныча, над которым было написано «Красивые люди». Это забыть невозможно. Первый герой дня, да? Да, самое смешное, что в этом, вот когда вот этот номер выходил, уже второй, и было два таких номера, вот второй, я редактировала там рекламные тексты. Ну, поскольку не было другой работы, вот как журналисту мне, вот было такое предложение, я подумала, реклама, грех на душу не беру. И, в общем, я так тогда еще достаточно лояльно относилась к Валерию Павлинычу, он еще так вот в моем сознании был еще такой образ. Он еще не раскрылся просто. Не так, да, ясен, и, в принципе, я не считаю, что я там собрешила против совести своей рекламировать рекламные тексты, но вот ощущение, что вот эта наша властная простойка, она, во-первых, не хочет понимать, какие месседжи, даже когда они выходят на общение в комфортном им формате, они не знают, что хотят сказать. Вот я, как журналист, это чувствовала вот всей кожей, потому что ты приходишь на интервью оплаченное, уже там человек купил площадь рекламную, да, и он так говорит, ну, о чем вы будете меня спрашивать? Я говорю, вот тема номера такая, дальше ваше... Ну, вы придумайте что-нибудь, понимаете, им нечего сказать. У них все есть, у них уже все есть. Ну, вот поэтому, собственно, некая пустота и ощущение кризиса у них тоже есть. Мне даже жалко этих людей, очень многих из них. Потому что вот эту пустоту мы считываем как журналисты. Вот была попытка немножко оживить этот формат. Мы сделали в прошлом году три номера, но человек, который это оживлял, я не буду даже комментировать, что он наделал. Ну, вот здесь я писала такой материал, город, в котором я хотел бы жить, под страшным давлением, и посетила проектную сессию на кафедре ЮНЕСКО, в МГСУ, где познакомилась вот с Александром Владимировичем и с другими людьми, и поняла, что эта тема, вот она очень интересная, глубокая, и журналистики нижегородской, это то, чем вот сейчас надо вообще заниматься. Но понять-то я понимала, а ресурсов для того, чтобы это делать, кроме как в личном блоге, за бесплатно, у меня не было. А журналист это тот, кто пишет за деньги, правильно? Он не может это, надо же как-то содержать себя. Вот. И вот в апреле случилось такое предложение, мне предложили пописать в газету «Жилищный вопрос», в штате этой газеты. Это мои бывшие коллеги, с которыми я уже работала в «Аргументах и фактах», в «Московском комсомольце», в «Нижнем Новгороде». Ну, некая такая полукоманда, скажем так. Я сначала без большого энтузиазма к этому отнеслась, но мне сказали, найди какой-нибудь красивый двор, который люди обустроили своими руками. И я вспомнила, я катаюсь на велосипеде в силу здоровья и так далее, и когда на велосипеде ездишь по городу, то вообще он совсем иначе, так сказать, предстает перед глазами, и гораздо больше о нем узнаешь, чем когда вот из окна автобуса или автомобиля. И я вспомнила один из двориков, вот буквально через соседний микрорайон, где мне поразили какие-то очень смешные, невероятные самодеятельные, культурные. Я заехала, сказала, кто это сделал, мне показали людей. Оказалось, моя имена фамилия Сазарова. У меня этот материал писался, вот знаете, как песня пелся, потому что это люди из, сейчас скажу, из Новосибирской области. В пятером они живут в двухкомнатной квартире 32 квадратных метра с маленьким ребенком. Папа, ну естественно, не пьющий, папа там работает, слесарь какой-то там линия по производству станков по розливу шоколада, что-то какая-то экзотическая такая линия. Вот, зять, водитель, невестка, значит, педагог и бабушка безработная. И вот они благоустраивают свой двор. Потому что они сказали, больше никому не надо. Вот здесь одни пенсионеры и алкоголики. И мы. А у нас ребенок. Вот. И вот мы делаем, что можем. Вот на дне города им вручили грамотку и сертификат там на 500 рублей. Понимаете? Вот до слез просто вот меня это. Вот. Потом я сейчас уже научилась спокойно к этим вещам относиться, пройдя уже таких дворов иное количество. Вы понимаете, да? Но я хочу сказать, что мы располагаем... Ну, то есть не то, что мы располагаем. Мы даже не догадываемся, какой мощный социальный ресурс у нас под ногами. Вот как грибы в лесу вот растут. Вот мы их топчем. Мы не понимаем вообще, что это ресурс. И тот, кто вовремя это поймет и научится с этим ресурсом работать, тот и будет, в общем-то, элитой в ближайшем. Вот я не знаю, поправьте меня, Марин, если я не права. Может быть, это идеалистическое такое представление. Вот. Но есть некое взросление общества. Оно постепенное, конечно, и очень хаотичное. И сказать, что все у нас так розовое шоколадное, конечно, нельзя. Вот. Какие открытия? Вот короткий период времени, конечно, я... Это что там с апреля, да? Я каждую неделю выдаю там по две полосы. Но стало понятно, во-первых, кто из горожан более всего неравнодушен теме благоустройства. Какие социальные слои? В первую очередь, конечно, пенсионеры. У них есть время. Они все-таки... Ну, не сказать, что они финансово независимы, это нельзя, да? Но все-таки они не так, как мы, люди среднего возраста, а задачены вот этим постоянным заработком. Вот. У них есть этот минимум прожиточный. И пенсионеры готовы часами вычислять, а где там УДН у нас, на сколько процентов там, им там морочат голову, пишут формулу Горэнерго, а они сидят... И, вы знаете, такие грамотные люди. Ведь они уже сейчас с интернетом. Большая часть из тех, кого я интервьюила, рядовых пенсионеров, достаточно среднего достатка. Если не он сам, то племянник. Или внук ему подсказывает там, да? Очень много таких. Вот. Я не скажу, что подавляющее большинство. Но есть. Вот. Домохозяйки. Вот более сложный ресурс, потому что там, если женщина сидит с маленьким ребенком, конечно, у нее немножко так, по-другому работает интеллект. Вот. И до определенной поры ее, так сказать, социальная активность, она нулевая, там, или близкая к нулю. Но, тем не менее, все они гуляют в городских парках. И вот по движению, вот автозаводского, защита автозаводского парка, мы совершенно четко поняли, что, да, там объединились люди, которые пенсионеры, и люди, у которых маленькие дети. Вот. Мне было очень смешно наблюдать, что у девочки, которая это вела, не было даже почтового ящика, когда она возглавила, по сути дела, общественное движение. Но она его завела, она завела, и первое, что она сделала, начала расстылать письма, обращения в СМИ и общественности. Вот. Все идет, все равно процесс. Он не такой же вот. 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 Еще очень интересная прослойка, социально активная, это отставные военные. Это вообще замечательные ресурсы. Как бы мы не иронизировали над тупостью армейской жизни, и там, скажем, там, отдельных ее представителей. Это люди, у которых есть, так сказать, если особенно участвовали в горячих точках, это замечательно, и, так сказать, не травмировано. Прошло уже какое-то время, да, от чеченской компании все-таки. Вот. Вот, в частности, героем моей публикации, вот, которую номер я отдала, вот, полковник, полковник Стаценко, председатель ТСЖ на улице Горной, который выиграл судебный процесс застройщиком. Он уже третий председатель по счету этого ТСЖ. ТСЖ не начальственное, но там средний такой контингент. Вот. То есть он все очень четко выстроил. Он прошелся, инстанцию сделал и правильную экспертизу. На уровне своего дома он давился очень много, потому что выиграть процесс застройщиком, ну, как я понимаю, достаточно сложно в нынешних условиях. Вот. Вот застройщик, правда, самоликвидировался и, так сказать, не понес никаких вытисков, все было очень хитро. Но моральная победа на его стороне. Плюс человек военный, я говорю, владеющий интернетом, у него перед домом экологическая парковка, у него мусор в специальном домике запаян, по евротехнологиям сделанным, у него в подъезде там, значит, не курят и строгие штрафы, он, конечно, там их, но зато чистота идеальная и шлагбаум на дворе, что может быть незаконно. Тем не менее, вот, это тот слой людей, который может, в принципе, несколько изменить наше стереотипное представление о том, что граждане пассивные, граждане у нас такие, вот, значит, им что, они все схавают. Вот. И, кстати, этот полковник, он был вице, у Склярова был, типа, вот, консультантом или советником по каким-то, да, армейским делам. И он, конечно, стеснялся, говоря, что вот, не по чину мне ТСЖ, но на самом деле он идеальный представитель ТСЖ, просто идеальный. То есть, ему вот, его за советом сейчас. И ассоциация ТСЖ его, как это, на флаг подняла и гордереет. Ну, и вот еще таких, я парочку, может быть, чуть классом, ну, находила таких людей. То есть, это вот тот ресурс социально активный, который, в принципе, вот он сейчас в политической чисто борьбе, он не востребован, но его недооценивают ни политики, никакого крыла ни правящей нити. Они не понимают, насколько это сила, можем со временем сыграть. Простите, вот насчет силы, можно уточнить, вот по вашим оценкам, сколько таких людей в городе? Если бы я знала. Ну, по вашему оценку. Для меня, я могу сказать о своем вот наблюдении журналисткам, окажется, не составляет труда таких героев находить. Может быть, конечно, там элементы саморекламы у людей играют, но когда я иду, вот если вот в журнале глянцевом найти интересного героя, там, допустим, у нас остается бюджетная площадь, которую никто не оплачет, а? Это целая история, показать такого, да, там что-то вот это забиральное, элитное. Здесь у меня нет проблемы, о ком писать и о чем писать, когда мы говорим о тех людях, которые сами хотят и делают что-то для своего города. Теперь, что касается общественного самоуправления. У меня один из первых знакомств вот в статусе журналиста этой газеты случилось с Центром активных людей микрорайона Усиловский. Это бывший СУС. Вот. Причем, как случилось, редактор Олег Русталев мне отдал телефон правозащитнице Шишкиной, по-моему, и так как-то он сказал, ну, они такие, вот эти правозащитники, типа, чуть не экстремистые, ну, поговори, они так вот, ну, я не знаю, что ты из этого сделаешь. Он звонил Шишкиной. Ольга Шишкина, между прочим, сотрудница ЭКФАН. Да, да, очень неглупая женщина. Она мне сказала, я уезжаю в отпуск, но, я хочу вас, мне кажется, вам надо познакомиться с председателем вот Центра активных людей. А там сидит пенсионерка Галина Ахматоновна Бурина с двумя высшими образованиями. Первое у нее АНГИАС, а второе у нее Высшая паршкола. Вот. Я как-то очень человек, выживший, живший при социализме, я не очень, ну, и начинавший карьеру в журналистике при социализме, без восторга отношусь к людям с партийным, скажем, прошлом. Хотя я знаю, что там было много очень интересного и разумного, но как-то так вот, стереотип такой работает. Вот, когда мы с Галиной Платонной познакомились, я посмотрела, что она делает, у меня этот стереотип немножечко прошел, потому что, действительно, она, причем, довольно давно в этом общественном самоуправлении, хотя председателем Центра недавно. А чем прославился Усиловский по городу? Ну, наверное, здесь есть читатели ННРУ, да, форума, если здесь ежегородцы, они отстояли рекреационную зону. Вот, у них вообще дома строили по советским стандартам с большим озеленением. Это лакомый кусок в центре города. У каждого дома огромная зазеленная такая территория. Еще и на самом краю этого микрорайона между домами большая площадка свободная. Когда-то она была просто стихийной. Ну, вот, не достроили в советской рации, что-то планировали, да, а постепенно она стала зарастать деревьями, там появился микропарк. Более того, его постепенно местные депутаты, а поскольку участок в центре города депутаты, там, вон, Сорокин, один из депутатов, от этого района, от этого микрорайона, там начали благоустроить. горочки, качельки. Вот, Люба Миртян в свое время на покровке красную горку укатал, ее перевез потом к ним. И появился такой анклав с зеленым микрорайоном. И вот, жители узнали в один прекрасный момент, что они по планам собираются делать детский садик. А детский садик вот в этом месте, это значит, что его обнесут крепким забором, и жители, которые просто так вот вышли погулять, пенсионеры, они не смогут туда пройти. Да, может быть, деревьев много и не попилят, но эта территория для жителей будет потеряна. Причем, когда жители сами, активисты, провели расследование, оказалось, что местные дети вот в этом микрорайоне детсадами обеспечены волк, то есть места у них есть. А мест не хватает соседнему микрорайону Медвежья долина. А, то есть там, там, по идее, должен быть садик. Ну вот придумали, что построить его здесь, ну так отвозить неподалеку вроде как. Вот, и вот 6 лет они собирали подписи активисты этого района. Галина Платонна вроде бы к этому отношения не имеет. Она вообще такая мудрая женщина. Когда мы с ней на эту тему говорили, присутствовала еще одна правозащитница, Галина Платонна говорила, ну, они там, девчонки, что-то придумали, какая-то рекреационная зона под зону, я даже не знаю. На самом деле, она все, я думаю, понимала прекрасно. Она просто им дала место, где встречаться. И как бы вот свое прикрытие, что называется. Она как мудрый партийный работник, она прекрасно понимала, что люди, если хотят люди, они добьются. И вот сейчас, в принципе, они этот статус отвоевали. Понимаете? И, так сказать, отвоевали именно потому, что у них было вот согласие между этими сторонами. Около муниципальной, да, вот этой вот и вот этими так называемыми правозащитниками. Ну, правозащитники, на самом деле, не очень смешно, когда люди говорят, я говорю, Маша, вы кто по профессии? Я юрист. Кем вы работаете? Помощник депутата. Ну, вот она считает, что она правозащитник. Может быть, это правильно. Вот, помощник депутата может и права, не только депутата защищать, правильно? Вот. Они сделали много. Вот за эти 6 лет она мне показывала вот такую стопку документов. Ну, вот, понимаете, чтобы разобраться во всех этих хитросплетениях, это надо второе высшее образование юридическое получить, наверное. Для меня важно то, что эта группа существует, она активна, и то, что она сделала. И то, что при этом общественное самоуправление не помешало, а более того, скорее всего, помогло им это сделать. Отстоять вот ту территорию в том виде, в каком они хотели для жителей данного микрорайона. Насколько эта группа потом на масштабах города, может быть, вот и на слушаниях по Автозаводскому парку я встретила их представителей уже. Значит, они уже как-то интересуются, что происходит не только в пределах Усиловского района. Ну, вот у меня, как у журналиста, нет цели обязательно только конфликтные или скандальные ситуации мониторить. Вот это надо правильно понять. И если такое, отчасти и редактор ставит передо мной, и замредактора ставит передо мной задачу, что да, мы готовы в конфликтной ситуации разбирать скандалы. Нам нужны, потому что нас должны читать обратно в сторону платежки, а не просто выбрасывать мусорное ведро. но и мне кажется, как раз не хватает некой что ли человеческой, доброй, позитивной информации о горожанах, о городе. У нас имидж Нижнего Новгорода очень сильно испорчен исторически. Во-первых, это название горькое, которое долго, вот, босяки, вот это вот, все вот это вот, с детства читаешь, вот это вот, все вот накручивается, вот эта вот грязь, мат, вот и все время стереотип вот такой, понимаете, вот он ввязывается. Я сама не Нижегородка и действительно долгое время жила под очарованием вот этого царя, вот этого вот стереотипа. Нижний вот он такой. И только с годами, вот работая журналистом, общаясь с людьми, я начинаю понимать, что на самом деле исторически никогда он и не был особо и грязным, и дремучим. Ну, если не считать начало 19 века, когда были плохие дороги, там, если верить книжке Смирнова. Я вот не знаю, насколько ей можно верить. Но открыла я рубрику «Истории для внуков», то есть мы придумали для развлечения наших читателей такие рубрики «Мечтать не вредно», «Истории для внуков». Вот это по следам, кстати, глянского журнала там в свое время такая идея была, но она не реализовалась. То есть я беру какую-нибудь конкретную бабушку лет 70 с реальным внучком, и она мне рассказывает, что было в микрорайоне таком-то, в доме таком-то, и какие-то житейские, простые, немудрящие истории. И вскрывается пласт каких-то иных человеческих отношений, которые вот на этой территории, вот в данной местности имели место там каких-то 50-60 лет назад. Мне очень жалко, что у меня места для этой информации в газете мало. Я бы могла, наверное, книгу написать, честное слово, если бы было желание и материальные возможности. Но на самом деле очень добрые, очень нежные, очень комфортные местами. Ну да, конечно, были свои там неудобицы и неурядицы в этом городе. Город, в котором ходили пешком легко, да, было мало транспорта, они же передвигались пешком от Лядова до, я не знаю, до Синой, там запросто каждый день туда-обратно, да не по одному разу. В котором какие-то добрососедские отношения, не запирались в дверь и так далее. Вот. Это тоже, наверное, важный момент в развитии города осознать себя вот на этом месте, даже если мы не привязаны к нему своими корнями и кладбищами. Понимаете, вот для меня, вот, например, это очень важный такой момент, вот такой, я не знаю, позитив, вот нехорошее слово, штамп, вот, ну, осознание себя на этой территории, вот рядом с этими людьми, с этими вот вещами. Сейчас я подхожу к очень сложной теме, которая вот благодаря инициативной группе меня сподобили, к теме защиты или не защиты, или формирования общественного мнения по отношению к старым домам, вот, и тема двояко сложная, потому что, с одной стороны, сами горожане не понимают, как к ним относиться, особенно те, кто в них живут, вот, большая часть там жить не хочет, вот, чтобы мне не говорили там, да, какие-то есть исключения там приятные, но большая часть не хочет жить в старом фонде. Мы ходим по этой Королевке и видим эти надписи булавинов, вынеси нас отсюда, мы не хотим жить, как крысы, да, вот, и еще такой стереотип, что город должен быть новым, ну, вот о чем мы говорили на инициативной группе с Мариной, о том, что кажется, что мы провинциальные, и зачем нам эту провинциальность культивировать, а вот давайте все новое построим, вот какие мы будем столичные после этого, вот. Как журналист, ну, я тоже здесь вижу для себя непаханное поле, и оно для меня интересно всегда через людей, через конкретные истории, через какие-то ситуации, через какие-то конфликты, вот это вот показывать. Вот, сейчас вот работаю вот по двум домам, вот, очень тяжело, конечно, что вот каждый, особенно если конфликтный разбор полетов, это вот такая почка документов, и человек, который вроде бы не с юридическим образованием, вот последняя моя собеседница была недавним, недавно пенсионером, она вот года два назад, как вышла на фильм архитектор, правда, по начальному образованию, но она как начала сыпать статьями законов, боже мой, я ведь вот, я не успеваю там на диктофон фиксировать, вот, а у нее уже, она прошла уже там все возможные суды, да, и у нее это уже само собой просто, разумеется, ну, вот я говорю, это тоже вот такой вот тема и ресурс, с которым нам в ближайшее время политикам, не политикам, нам всем придется иметь дело, потому что какие-то дома все равно, наверное, снесут, и люди-то это понимают, но когда в центре города по фундаменту нарезали, да, вот эту вот территорию, и депутат из Ленинского района почему-то скупил всю землю вокруг, вот, а этот дом памятник, и, в общем, там, конечно, вот надо с этим очень будет серьезно разбираться, и мне вот трепетно еще и потому, что я не уверена, что моей редакции, которая формирует вот эту обратную сторону платежки, это вот до такой степени надо, хотя я подозреваю, что если я напишу это понятным русским языком и, так сказать, надойду достаточные аргументы, то никто со мной спорить-то и не будет особо, вот, хотя немножко, может быть, сверхзадача у издания немножко другая, она так примеряет вот этот вот котел, да, спускает чуть-чуть пар, но у меня есть еще такой ресурс, как блок, и я думаю, что так или иначе все равно вот участие в этих процессах, оно будет таким или иным. В целом, вот для меня психологически гораздо более комфортно работать в газете, нежели чем в любом хорошо оплачиваемом глянце, при том, что вроде бы красивая в версткам, женщина вот любит визуально свою работу оценивать, это, конечно, там хорошая бумага, плохая, да, приятно подержать в руках вот, да, хорошую бумажку, но вот это не все, чем исчерпывается наша работа, вот, тут я чувствую, что это вот читают, что мне звонят, что я прихожу куда-то в дом, мне говорят, вот мы видели, вот мы обсуждали, это колоссальное удовлетворение такое, ну, может быть, конечно, еще пока рано говорить о каких-то таких достижениях, потому что, я думаю, года через два, если бы я так продержусь вот это время, будет гораздо интереснее, сейчас пока, конечно, только начало, вот, по поводу еще самоуправления, тут вот была вот такая, я не знаю, вот молодой человек, да, вы сказали, что вот они все вот ангажированные, получают зарплату, и вообще, не дай бог, хотя ангажированные, они ближе к своим соседям и жильцам, чем чиновник, который сидит в районной администрации, да, я встречала людей, которые очень понимают, по крайней мере, какие-то реалии, и видно по ним, что вот они, вот они в этой гуще живут, и нельзя сказать, что вот они обязательно ангажированы, опять же, администрации районов ведут себя очень по-разному, если мы вот возьмем тот же автозаводский район, мы не перестаем удивляться его озеленению, благоустройству, при всем вот том конфликте, который есть, ну, вот очевидно, что это вот самый озелененный район в городе, в котором, да, старый советского склада управленец, видимо, да, вот он сделал это, сохранил это, когда другие рубили, поэтому, из последних номеров русского репортера я обратила внимание на публикацию, по-моему, предпоследний номер, я вообще его стараюсь читать регулярно, чтобы уж совсем, так сказать, потому что если читать местные газеты, ну, одни, то форму потеряешь просто, и вот там была хорошая такая публикация, просмотрели судьбу ребят, которые на волне выборов в Московскую городскую думу, вот сейчас работают, вот КАЦ, и вот это еще ряд фамилий, я вот это еще не думаю, Муниципалитеты, муниципалитеты, да, муниципалитеты, да, вот которые, выборы, которые были, вот здесь, президентского, да, да, они же уже сейчас работают, эти ребята, вот, и более того, журналистка русского репортера, она прошла, вот какой-то из этих, вот, по своему, южному Бутову, и она описывает свои личные впечатления изнутри, это очень интересно было читать мне, тем более, что я сейчас вот общаюсь с этим вот как раз уровнем управления, и она тоже похожие выводы сделала с тем, что вот я сейчас вижу, она говорит, что да, ребята молодцы, есть какие-то и креативные идеи, и новые, но они порой сталкиваются с невозможностью, там, во-первых, они повязаны законодательно очень сильно, они понимают, что вот от них просят, но сделать они реально, там, изменить, там, площадку для парковки, там, легализовать, или еще что-то сделать, там, деревья там оградить, детскую спортивную площадку сделать, ну, написала там она куда-то там, да, телегу дальше, молчание, а вот те депутаты, которые уже в этой структуре давно, которых мы ругаем, как жоликов и воров, вот, да, единороссы, те же самые, они, оказывается, работают порой весьма эффективно, вот, на этом уровне, то есть у них уже есть понимание, то есть если до них достучается, то есть доходит до того, что она идет к тому, к оппоненту своему, по сути, да, вчерашнему, и с ним договариваются, чтобы людям-то сделать, потому что, кроме как, не мог, она ни с кем не может решить эту проблему, вот такая вот история, я не знаю, плохо это или хорошо, но, в общем-то, договариваться, наверное, нам всем придется, идти на компромиссы, при всей нашей воинственности, вот, почему я, собственно, не в восторге от акции Стаса Дмитриевского, потому что, да, ну вот она мало что изменила, может быть, больше группа Анжелики и Марина изменит, или наш всех, в этом деле сноса домов. Можно я рогментирую последнее высказывание, потому что мы общались в перерыве, вот, я думаю, что нужно просто пояснить, да, что у нас там происходило, что это за группа, вот, как бы, инициативная группа, которая возникла на волне сообщений после сноса 98-го дома деревянного, то есть мы с Мариной начали коммуницировать в Фейсбуке и поняли, что, ну, в общем, у нас ни один, ни два, организовали встречу, на которую пришли самые разные люди, порядка 20 человек, мы встречались трижды в разных местах, мы были в Дронте, мы были в агентстве провинции и, главное, в доме архитектора. А вообще все знают, что 98-й дом, 8-й дом, на самом деле, у нас в центре города идет застройка и уже, оказывается, план-то был давно, да, Анжела? План был давно, я просто хотела сказать, что благодаря акции Стаса Дмитриевского, собственно говоря, возникла наша инициативная группа, потому что, если бы я не видела это сообщение, не было бы этого клича, мы бы не объединились в этом общем плаче, и не возникли. А как родился, как бы лично для меня, там была, таким катализатором, потому что хорошим, русским языком, очень внятно, я не знала предыстории, я не знала, что благодаря этому человеку, во многом благодаря этому человеку я имела возможность в парке Горького и Синийце играть, когда его там должны были, первый раз отстоял, человек с палаткой, это был Стас, как выяснилось, у меня такие герзкие, это огромное спасибо, и когда мы стали встречаться и общаться, лично, и мы как бы имели, ну у меня был первый опыт такого столкновения с Синий Лавровым, когда дом номер 7 сносили бульдозерами, и мы все пришли, потому что как бы опять же Стас попросил это сделать, и собственно говоря, вся система, она просто повернулась к нам таким лексом красивым, то есть там были все, я была поражена, насколько на каком высоком уровне все это контролируется, были высшие чины, были руководители прокуратуры, был БСН в конце, ну то есть подавили силой в обход всех юридических, скажем так, оснований на приостановку, но для меня это был опыт какой? Это был опыт коммуникации и взаимодействия разных структур, то есть там были, я не знаю, как называется эта организация, вот Стас, в которой группа 31 там была, там были гражданское движение, там был Парнас и Анас, справедливая Россия, то есть я увидела, это был опыт взаимодействия с разными людьми, с очень разными ментально настроенными людьми во спасение этого здания. Проблема в том, что вот проблема, о которой Марина говорила, что в общественном сознании ценность старых домов у нас, она не прояснена. Я думаю, что мы не можем сейчас вести к одной какой-то проблеме, их же очень много. Численность людей, которые готовы защищать и опять же ради чего защищать и что защищать, тоже в общем, это все такие вот плавающие. Понятно, что вот что-то надо делать. Вот для меня совершенно понятно, что город без этих вот домов, он уже перестает существовать, хранить свою историю и так далее, но скорее всего нам все равно придется чем-то жертвовать и боюсь, что. И второй момент. Я очень хорошо помню двухлетней давности дискуссии и в блогах и вот эту ситуацию больную с Нижегородским ТИУЗом, когда у нас назначили ход рукому человека крепкой хозяйственной закалки, с которым не захотели работать актеры. Вы слышали, наверное, об этом, когда мы вошли в топы Яндекса с голодовкой актеров, да? Ведь тогда к ТИУЗу пришли несколько сотен людей. Понимаете? Пришла музыкальная группа и это не потому, что... Хотя, казалось бы, в театр ходит очень мало. 5% населения ходит в театр. Это что вообще? Это копейки, да? Вот. То же самое, что да. Но как-то вот они сумели. Я не знаю, не обязательно голодать, наверное, для этого. Я очень надеюсь, что не надо голодать. Но как-то всех затронула эта ситуация тогда до глубины. И все равно приехал Калягин, приехали журналисты из Москвы. И пусть эта проблема не разрешена была тогда, и вообще болеет театр до сих пор. Но хоть как-то это было... Какое-то произошло общественное сознание. А здесь этого не произошло. Вот мы маленькие кучки. Ходит хотя бы... Какая-то часть народа. А дом, это дом, блин, бежал кому-то отдельно. В частном. В частном. И осознание у себя вот на этой территории. Проблема сейчас просто в том, что личное пространство у человека заканчивается дверью его квартиры. Ну вот то, о чем я говорила, те люди, которых я говорю, я вообще их... У меня личное пространство не заканчивается дверью моей квартиры. У нас есть старый двор. Таких людей много. Это тоже часть, как бы, наших... Это тоже часть ресурса. Ну вот мой вывод по итогам коммуникации, которая у нас идет достаточно активно. То есть у нас в процессе рождения это движение, в процессе рождения... То есть как бы, ну как вот я вижу задачу, что нужно... Мне бы очень хотелось, чтобы создалась структура, влияющая я, реально влияющая ситуацию в городе. То есть мое мнение какое вот по итогам наблюдений, что ни экстремальные отдельные акции, ни какие-то там, ну как бы научные, конференции экспертные, они не приводят к изменению ситуации в городе. То есть город продолжает застраиваться, центр города продолжает застраиваться. Вот эта вот парадигма потребления, она действует. И при попытке вот объединить все это в единый ресурс, я столкнулась с такой проблемой, как разъединение. То есть когда люди чувствуют частные интересы, ну то есть как бы частные интересы какой-то партии или какой-то персоны, они за этим не идут. не знаю по какому принципу, но я думаю, что если объединить экспертный ресурс, если объединить общественный ресурс, если объединить решимость каких-то, ну условно назовем это, экстремистских организаций, но ресурс как бы человеческий, то вот тогда мы можем создать некое движение, которое может быть будет выглядеть. Пассионарий, я бы хотела сказать, не с ревизной пассионарий. Нет, нет, но я увидела, я увидела как решимость, я увидела, что есть у Стаса, например, качество, которого у меня нет. Он идет на бульдозере, они останавливаются. Мы зашли в этот дом, они встали. Это не пассионарность, это отчаянность определенная. Я не знаю, я живу на Угороде ни одной экстремистской организации. Давайте так, это люди, которые, ну я могу сказать, это люди бесстрашные, которые имеют... Анжелика, поправочка маленькая. ...свойство вступать в конфликт-системы. Да, насчет пассионарности. Он стал перед бульдозером, весь интернет на уши встал за Стаса. А вот в апреле стояла перед бульдозером Лидия Александровна Давыдова-Печорская. Что-то вот один только журналист одного телеканала, и то спасибо Ане Давыдове, что она ему позвонила, и он пришел и снял, как Лидия Александровна ложится в траншею под бульдозером. А Лидия Александровна, делала гораздо больше, извините. Реальная она сделала вещь. Она из дома ветхого фонда сделала живой, комфортный, нормальный дом. Одна женщина, представляете, за 20 лет, из которой совершенно вот этой гнилушки, желающие могут прогуляться до улицы Новой 46, посмотреть, как он выглядит. Если успеет, потому что как только снежно включится, Лидия Александровна, вот она ляжет под курсом. Она ляжет скоро вообще. Ничего, пока еще держится, несмотря на свои... Да, да и будь здоров. Ну вот парадокс нашего общественного мнения, что вот если Стас стоит под ковшом, тут все, значит, да, мы рядом. А если Лидия Александровна стоит под ковшом, то почему-то об этом знает один журналист Пятого канала. Стаса есть какой-нибудь такой медиаресурс. Ну и медиаресурс, конечно. Я думаю, что это некорректное сравнение. В чем проблема? Да. И в чем ценность акции Стаса? Наверное. А в чем? Как вы считаете? Ценность акции? Надо проговорить акции. Это надо посмотреть. Ну вообще, Стас фигура достаточно известная. Он активный человек. Он очень многое сделал, и делает, и продолжает делать. Не говоря о том, что он харизматичный человек. Я не знаю, вот ту женщину, про которую ты говоришь, а видимо, это делается у нее просто каким-то частным образом. А Стас совершенно фигура такая публичная. Хотя она скрытно. Но проблема этого дома, я мимо не ухожу ежедневно практически. Вообще улицы новые, у меня сердце обливается кровью. Я хожу, и там уже ходить невозможно, она исчезает с земли. Причем в ближайшее время, я думаю, что она успешно исчезнет. И если ничего не предпринимать, если не так и продолжать, точечно, я думаю, что нужно объединять ресурсы и каким-то образом. То есть, если такая задача есть, надо это просто делать. С другой стороны, можно потратить массу сил на объединение ресурсов, на поиски партнеров и так далее. Когда есть опыт Иванова, опыт эксперта. А эксперт Иванова тоже поможет. Мы его можем всем. Один Иванов и весь город. который будет все, 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 есть ли транспортные смотреть. И интуар, и каждый дом деревянный. Ну понятно, что если мы сейчас просто там напишем письмо, что ребят, вообще как бы переехать ли вам там вот за реку удобнее, а нам дайте пожить, пожалуйста, погулять. Ну понятно, куда мы будем отправлены. Нет, а зачем нам так говорить? Дело в том, что мы должны найти такие слова убедительные. А Анна хотела что-то сказать. Слово достаточно. Правда в силе. Надо объединять все. И ум, и энергию, и решимость, и интеллект, и умение писать. И только тогда мы сможем добиться. Вот это вот мое... еще раз. Проланное это единство действий. Что вы хотели сказать? Я хотела сказать, во-первых, что Стас с Давыдовой Пчерской знакомы. Они делают одно дело, просто у Стаса еще дополнительные ресурсы на публичности. Конечно. Давыдовой Пчерской этого нет, поэтому она этим ресурсом не может пользоваться. Ну и... Виктория, вы познакомились, вы ей дали тот ресурс, который у нее не был. На самом деле, я все знаю, но я считаю, что очень большая проблема, которая... или не проблема, составляющая вот эту проблему, которая поможет нам это решать. Это коммуникативность, коммуникация, да? В чем это заключается? У нас абсолютно очень быстро сокращается наше общественное пространство. Оно катастрофически как шагриво и не отжимается, да? Это бесконечные заборы, это когда у нас придворовая территория в несколько раз больше того пространства, где людям остается мимо этих дворовых территорий ходить. То есть мы видим жизнь за забором, да? Но это жизнь не наша. Вот это огромная проблема. Вот посмотрите, есть не синий забор, это высокий прозрачный забор. За которым нам показывают вот так можно хорошо обустроить город. Но этот город не ваш, потому что вы не живете в этом доме. Вот так можно хорошо обустроить кремы. То есть когда вы приходите в кремы, там абсолютно благоустроена территория. То есть наше руководство знает, как благоустраивать свою территорию. Там абсолютно все решено со стоянками, парковками машин. То есть руководство знает, что людям нужно нормально припарковать машину. Но вот эти знания не распространяются дальше их собственной жизни. То есть мы для них, не составляющей их жизни, понимаете? Но пока мы не заявим о себе, пока мы не станем составляющей, для этого нам нужно наладить вот этот диалог между хотим и их не хотим, скоро ли они идут, не скоро. Мы должны научиться вот в этом пространстве жить, а не ждать, когда они свернутся. Если мы будем ждать, то шагриневая кожа выйдет в ноль, нам просто ничего не дадут сделать. Крым для меня было откровением, я вспомнила, что два года назад в АИФе действительно был круглый стол вокруг, когда вот это вот началось, помните, вот Давыдов-то рассказывал историю с снятием, с учетом семидесяти вот этих памятников. Но что-то такое я помню в прессе в тот момент, но, видимо, это был такой, то ли год тяжелый для меня, не отложилось оно вот как значимое событие для города. То есть вот это журналистское сообщество, оно, конечно, достаточно слабое у нас. Я из себя не снимаю, например. У нас есть сообщество, общество. Но у нас вот именно сообщество. У нас журналисты есть, а сообщество вроде бы нет. Нет, не надо делить на журналистов, должно быть сообщество. Ну, вы знаете, все равно нам с коллегами проще находить общий язык. Понимаете? Мы могли бы больше сделать, если бы мы коммуницировали. Но у нас есть тоже своя профессиональная разобщенность. Это как с Давыдов-Кечерской. Надо использовать все ресурсы, как станции. Все ресурсы. Вот Шансов, придя в Нижний, сказал фразу в 2005 году, я сделаю из этой деревни город. В его понимании, видимо, старое, это деревня, а все новое, новострой, да, это город. Вот в этом русле мысли идет. Он же высказался, а мы не высказались. Мы сидим на поперонной, ждем, когда он прозрит. И, к примеру, казанские товарищи были, по-моему, уехали. Они могли бы подтвердить. Ну и что, что он не нуждается? Какая разница, что он не нуждается? Мы нуждаемся, должны... Мы должны высказывать свое поиск. Еще реплика маленькая. В 2005 году, помните, праздновалось тысячелетие Казани. Значит, довелось меня в 2004-м, в Казани Бы. Значит, я обратил внимание на то, что, ну, там, знакомые прошли от Казанского Кремля, если в Казани Были, начинается улица Баумана центральная, и правее идут параллельно с Квулис, туда, в сторону Волги. Я удивлен был, когда смотришь, вот, значит, глазницы окон пустые, и видно, что даже нет межэтажных перекрытий. Я говорю, ребята, а что, как странно, у вас дома-то сносят? Они говорят, а это не сносят. То есть оставляют коробку, трех-четырех-двухэтажные дома, значит, вылизываются их внешне, да, новые перекрытия, и они, вот, как вы говорите, Виктория, не хотят... Ой, Вероника? Виктория. Виктория, да, извините. Анжелика и Виктория. Да, да, замечательно. Не перепутать. Значит, жители не хотели бы жить в этих домах, центр суетно как-то, ну, престижно, может быть, под офисные центры. С удовольствием многие компании, значит, в эти офисы потом заезжали. Вот этот вот подход нормальный, причем подход, ну, Шаймиев президент, из ярких человека. Историки архитектуры говорят, что это неправильно. Из хаков мэр, и тоже первый позыв был, ну, у нас такой праздник, да, всемирный, там, в 2005 году, снести. Убедили все-таки вот это вот давление общественное, там, я не знаю, экспертного сообщества, хотя мы понимаем, на Востоке у них, там, в Казани противостоять власти все-таки сложнее, чем у нас. Ну, в Казани достаточно сейчас сильное стало движение общественное. Да, конечно. Может быть, в Казани перенять опыт. Может быть, да. И все-таки, ну, услышал, не столько, может быть, общественность, там, Шаймиев, а экспертное сообщество он услышал. И когда, значит, вот такие раскладки или варианты ему предложили, он сказал, yes, или как там, вот по-татарски. Вот для меня, как для журналиста, вообще, тема взаимодействия с экспертами, вот чем дольше я работаю, тем больше она встает передо мной в полный рост. Потому что, когда я начинала, была некая анархия в области СМИ, и вообще профессиональный школа была утрачена у нас в городе в 90-е. И мы помним, как у нас газеты, ну, хаотичное вот это движение, упразднение, закрытие, терялись какие-то навыки профессиональные, и мы даже не могли научиться, ни у кого практически было, потому что бы просто был. Вот, а с экспертами надо уметь взаимодействовать и дозированно как-то эти знания использовать, то есть не то, что дозировать, но не перегружая их, делать качественные подачи с их помощью. Это достаточно сложная задача. Вот здесь вот я вам раздала газету с Хозиным. Это не совсем эксперты, это просто интересный пример отношения к старой исторической застройке. И мне очень хотелось, чтобы этот пример вообще каким-то образом погромче в городе звучал, потому что были МЖК в конце 80-х, которые старый фонд сделали удобным, жилым, да, с помощью дотации государства, своих предприятий и своими руками. Эти люди до сих пор живут в этих памятниках архитектуры, и это жилые памятники архитектуры, которые формируют лицо города, потому что можно все заселить офисами и ресторанами. Вот любимая мысль Хозина, она мне очень нравится, но это не будет жилой город. Если мы в центре оставим в этих старых домах только кафешки и офисы, город должен жить, в нем люди должны существовать. Вот случай с Хозином, это вот маленький клочок, в котором это получилось. Его опыт, к сожалению, вот так оказался, не востребован дальше. Вот были у них планы в свое время с районной администрацией. Хотя, по идее, можно было бы даже из этих правовые механизмы разработать так, чтобы это делать не только на Черниговской. А где мы с ним пообщаться? А это от Ханавинского... Это про какое здание сейчас? Первые дома на Черниговской, три дома, вот эти четыре, сколько их там было. Они же прекрасно там живут, они не пользуются услугами ЖКХ, потому что они привыкли все делать своими руками. Они чинят сами крыши, они сами метут, потому что они любят это, этот дом, они вложились в него, да? Узнают историю своего дома, кто там такой купец владел, понимаете? Такая может быть идиллия, но это же возможно, оказывается. Эта идиллия, возможно, существует. И почему нельзя сделать так было с тем же домом, с теми же домами, которые... У нас же задача, в принципе, стоит сохранить достаточно небольшой кусок, ну, в масштабе города достаточно небольшой кусок пространства, достаточно небольшую площадь. Ну, понятно, что там позиция власти, она четко сформулирована, да? Для меня задача не только в этом, как для журналистов. Она в действиях сформулирована, во-первых, да? Она не сформулирована. Но она сформулирована в действиях. Они рассматривают землю просто как бы, как площадь для продажи. То есть они сказали, для нас это не ценность, всеми действиями последних лет. Вот как журналист, опять же, я вижу вот этих героев, публикации будущих. А, жить ли, которым не все равно, и которые в этих даже старых домах творят такие чудеса, как Печеркина, она не одна такая, я сильно подозреваю, да? Б, чиновников или экспертов, которые тоже, в общем-то, не такие уж... Могу предложить, я бы мог рассказать о опыте борьбы против уплотнительной застройки. Но это скорее будет все-таки такой докладный, не ремарк. То есть весь интерес, я этим занимаюсь с 2006 года. И как бы самые успешные такие точки, как вот Шишкова, я там участвовал. Леш, и потому что юрист, я не ошибаюсь, да? Ну вот мы же можем объединить, вы же можете нам помочь своим ресурсам, там проконсультировать и поучаствовать? Ну, я могу рассказать об опыте, который у меня есть, а уж с вами рисовать, потому что вот дублировать, это получается не всегда, действительно. Вот как вот здесь мы видим пример вот удачного такого, да, экспертного мнения, которое сыграло. Большая жизнь здесь не всегда вот по одному и тому сценарию развивается. Но определенные закономерности, вот я уже выявил, как это работает, и свое мнение как бы, вот я могу. По поводу точной застройки. Может, это... Да, конечно. Вот, кстати, вот герой из домовой застройки, пока он идет. Улица, Высоковский проезд. 17 этажей и крошечная придомовая территория. Вот. И рядом частный сектор, бабушки. А это люди, сотрудники Газпрома. Вот, молодые. Они это не Газпрома, ТСЖ организовали. Что они первые начали делать? Они стали делать дворовые праздники. Куда приглашают этих бабушек? Вот. С полевой кухней, с раздачей плюшек, там, с какими-то призами. Они же понимают, что они тут живы. Понимаете? У вас, знаете, это общество? Да, да. Потом детскую площадку. Могу сказать, то, что началось это довольно спонтанно. Вот эта борьба, как я в нее включился. Сейчас даже не буду вспоминать, что с ним это было связано. Началось это с того, что рядом с нашим домом решили построить 18-этажный дом. Это Ковалиха. Ковалиха-снимашка. Там до сих пор сейчас конфликт зреет и идет. Вот это был... Когда я подключился, это был 2006 год. Вот. Это раньше, чем Ковалиха-фрунзе? Конечно, Ковалиха-фрунзе. Но я сейчас по порядку расскажу. Действительно, вот этот опыт. Не так много было точек в Нижнем Новгороде, где была вот такая напряженная борьба, где я участвовал, где все-таки удалось добиться каких-то результатов. И по ходу этой борьбы тоже удалось выявить своего рода и ошибки. И те факторы, которые позволяют как-то выиграть. Вот. В 2006 году, когда я как бы подключился к этой борьбе, еще выяснилось, что Ковалиха собирается расширять. Вот. Она входит вот в этот проект, который называется «Октябрьский бульвар». Он затрагивает вообще всю центральную часть Нижнего Новгорода. И в рамках строительства этого «Октябрьского бульвара» предусматривается, кстати, снос и исторических некоторых памятников, домов, и сокращение зеленых насаждений. И параллельно я стал заниматься еще и вот этой проблемой «Октябрьским бульваром». За эти все годы уже инициативная группа, она полностью поменялась. Там, те, кто начинал в 2006 или раньше занимался, они отошли. Вот. Подключились другие. Вот сейчас инициативная группа жителей на Кваликсе «Машка» она почти 100% поменялась в состав людей, которые там участвуют. В сравнении с тем, что было в 2006 году. Вот. Ну, наверное, только вот я оставить. Почему? Во-первых, идет давление на активистов. Самое различное. Административное, в первую очередь. На работе человека вызывают, начальника, говорят, что-то вот мне не нравится твоя активность, там, по телевизору тебя показывают. Давай-ка ты выбирай, или ты хочешь работать у меня дальше, или ты будешь заниматься вот как бы этими вопросами. То есть вот люди с такими вещами сталкивались. Мы провели митинг. Вот это было, как вот пресса тогда тоже писала, первый митинг против уплотнительной застройки. И вот именно по этим градостроительным вопросам в Нижнем Новгороде. Это было тоже в 2006 год. На перекрестке тоже Коваликсе «Машка». Но тогда вот я уже все-таки как человек и с юридическим образованием, и достаточно, ну, я люблю мыслить стратегически, можно так сказать. Я видел, что решение вот локальное, оно бесполезно. Ну, вот мы добьемся, тут не будут строить. Просто в другой двор они перенесут и построят там. Это бесполезно. И уже тогда вот мы стали говорить о том, что нужно просто запрещать вот такие градостроительные решения, как уплотнительная застройка. Вот. Сейчас это пытается представить, что мы против развития города, там, вот как же так. Ну да, ты с мы знакомы, мы тут все против. Причем подключаются к этому люди, не имеющие отношения никакого ни к строительству, ни к экологии, как вот там Никита Бурановский, который я в статье сейчас спродуцировал, да, по этому вопросу. Подкупленный стоит. Вот. То есть совершенно человек, ну, явно видно, что подкупленный, но своего рода он формирует общественное мнение, которое действительно иной раз и выпадает на эти уловки. Вот здесь же жители, вот, окрестных домов, они видели однозначно, что никакой строительства тут невозможно. Вот. В 2006 году я лично обходил, вот, по квартирам и разговаривал с людьми, и мы собрали около тысячи подписей против этого строительства. Причем выявились вот в ходе этой работы своего рода эксперты. Одна женщина у нас занималась гидрологией, вот, и еще с советских лет, оказывается, у нее были расчеты 70-х годов. В соответствии с которыми на Квалихе нельзя было строить высотные дома вот выше девяти этажей, и все, что там построено, вот это и есть максимум. Потому что там такая гидрологическая ситуация. Там подвижные грунты, там подземная речка сейчас на... Вот, это овраг. Вот, это овраг. И по нему течет еще и речка, оказывается, в трубе под ним. И плюс еще и коллектор. Так вот, это очень неблагополучная ситуация для высотного строительства. К тому же, если построить многоэтажку, то ее подключат к старым коммуникациям, которые будут их нагружать, еще дополнительный коллектор. А потом туда приедут все эти люди, так, с машинами собаками. С машинами, естественно. У нас будут пробки. Вот, а мы коллектор теперь будем строить два года. Относительно машин, относительно вот этой проблемы транспорта, это выявилось при анализе вот этого проекта Октябрьский бульвар. Дело в том, что основная фишка, для чего его хотели продавить, а это действительно многомиллиардный проект, у нас на дорогах в основном сейчас пилить бюджет, это все понятно. Ну, это разгрузить дороги, чтобы не было пробок. Так вот, там было проведено три государственные экологические экспертизы. Это был еще период, когда они существовали, сейчас их вообще отменили, экологические экспертизы государственные. Вот, так вот, две первые экспертизы, они дали заключение о том, что строительство, этот проект, Октябрьский бульвар, он не решит проблему пробок, а наоборот усугубит эту проблему в центре города. Поскольку, не только ведь будет расширение магистрали вот этой, а по ее, как бы, обочинам строятся торговые центры, причем тоже многоэтажные. То есть мы расширим, в 10 раз построим центры притяжения этих машин, плюс еще мы построим многоэтажную застройку, вот эту новостройки, ну, элитную, не элитную, это сложно сказать, но так или иначе, они тоже предполагают, что у проживающих там людей есть свои автомобили, вот, и на этот-то как раз, и вот эти, приток этих автомобилей, он не то, что не компенсируется расширением дороги, он недостаточен, вот, и там снова будут пробки, причем старые вот эти дороги, вот та же Ванеева, например, начиная от Минина до Свободы, ее вы никак не расширите, она как была, так и останется, такой ширины, если только там не сносить вообще все подряд. А сейчас там уже по красной линии построили новостройки, которые закрывают, там невозможно сносить. Вот, и соответственно, как, это не решает проблем пробок, вот этот проект. Наша вот как бы власть, которые лоббировали этот проект, вот, я знаю, что он расширит. С ограничением нет решения. Нет, ну, не просто ограничение. Можно вот, ну, не в качестве перемешательства, а просто, ну, дополнить, вот, если есть готовое решение, ну, просто вот сейчас вот хотя бы его озвучить. Вот я свою точку зрения могу высказать, моя точка зрения такая, что историческая часть, вот центр города, в нем нужно ограничивать деловую активность. Это действительно должна быть культурная зона, зона отдыха, зона образования, вот, передвижение там, в лучшем случае на общественном транспорте. Туда нужно ограничить въезд, вот, именно, частного автотранспорта. Ну, соответственно, это нужно делать комплексно. Да, платно. Вот, или платно. Ну, это есть ограничение. Я сейчас говорю об ограничении, а способы его уже различные. Вот. И, соответственно, это уменьшит нагрузку. А деловой центр нужно переносить, действительно, на стрелку, как это было задумано еще в регион планете. Ну, Девтон, вот мы как раз пытаемся решить сейчас задачу, как эту идею донести до власти. Ну, я продолжаю. Я могу объяснить его отдельно, но, не знаю, если уже закончено, можно... Нет, я только начинаю. Я просто... Вот в чем еще отличие моего выступления? Я, может быть, не конструкторально с научной точки зрения, а исходя из практики, как бы, своей деятельности, рассказываю, насколько она верность теоретической точки зрения. Действия уличные заставляют власти как-то прислушиваться. Вот. Бульдозеры легли, они остановили. Необязательно. Вот здесь тоже есть маленький нюанс. На Коварихе Фронзе люди вставали под бульдозеры тоже. Вот. Писал в основном об этом только я. Ты действительно вот пресса хранила молчание или ты только действительно приходил там в какую-то газету и говорил, вот, вот, надо написать. Вот, да, вот. Так было на Шишкова. Я подключался и там целый разворот писали, по сути дела, текст, который придумывал я, но там различные точки зрения подписывали там каким-то другим шрифтом. Вот. Потому что журналисты иной раз даже были некомпетентны вот так все это, вскрыть всю вот эту тему. Потому что действительно очень много всего. Так вот, Октябрьский бульвар. А, кстати, этот вопрос поднимался и на обсуждение генплана. Тоже там задавали этот вопрос. Я его так, кстати, написал. Этот вопрос был, и он у меня там ответ на сайте вубликовали какой-то. Ну, в чем здесь речь? О чем здесь речь? Как бороться с этим? Как поднять вот эту тему? И вот помогут ли вот именно вот такие акции, как перекрытие дорог, вот, вставание перед бульдозером. Вот здесь все знают, как поступили с Дмитриевским. Его просто отвезли к Китаю, там она арестовала. Вот. Примерно то же самое последует и в других случаях. Вот, когда это делали мы на Ковалихе, все-таки мы пытались жителей подстраховать. Вот, чтобы этого не было, чтобы людей не забирали. Поэтому как-то выходили люди все сообща, при этом тут же звонили одновременно в администрацию района, тогда был Ио Полищук. Кстати, очень человек такой адекватный, и очень многие его уважали, жители. Наверное, вот первый случай в моей практике и памяти, когда люди относились к представителю администрации, власти положительно. Вот, потому что он приезжал не просто вот ради там галышки приехать выслушать, а он действительно, вот видели, что он чувствует эту волю людей, он хотел что-то сделать. Но тот факт, что его потом, Ио так и не назначили на главу района, назначили банкира этого Согина, а сейчас его вообще убрали из администрации Нижегородского района. Он какое-то время вообще был безработным, сейчас вот судьбу его, я не знаю. Но вот как многие активисты считают, что его перемещение из администрации связано с тем, что он очень откровенно симпатизировал с жителем. Вот это явно администрации не понравилось. Так вот, вызывали и милицию, и администрацию, всех, кого можно, и говорили, вот у нас здесь идет незаконное строительство, оно действительно на тот момент было не совсем законным. Вот едут грузовики, мы своими гражданскими действиями хотим их остановить, вот мы их ставим под бульдозеры. Все, то есть мы сами как бы шли сдаваться. Вот, и вот это милицию немножко обескураживало, они никого не забирали. Вот, у нас забирали только в том случае, если сами застройщики, они пригоняли туда охранников, они не цели в драке. Вот, несколько жителей было избито. Вот, причем один человек получил сотрясение мозга, везли его в больницу. И вот только в таких уже криминальных, можно сказать, или как минимум административных делах они забирали и охранников, и жителей в некоторых случаях. Вот, ну, это уже понятно, что это вынуждено. Вот такие же перекрытия мы старались организовать, чтобы жители не постарались, чтобы был эффект. Но в чем здесь секрет? Если вот действовать именно такими способами, там, кстати, был и некий поджог еще вот на Ковалихе. Вот, они больше, скорее, вредят. Потому что вот эти вот эти действия такие, можно так сказать, условно, экстремистские, да, они позволяют силовыми способами расправиться с активистами. То есть их без проблем арестовывают, их без проблем привлекают к ответственности, а стройка в это время продолжается. И при этом еще и в сознании людей формируют негативный образ, говорят, вот, посмотрите, они, как они занимаются, они там перекрывают, не дают ездить ни в чем непричастным автолюбителям, или поджигают, или ломают, то есть неправильно. А по этой позиции власти они заканчивают не заберут. Поэтому здесь все-таки больше, гораздо большее влияние на власти оказывают законные протестные действия. То есть это согласованные митинги, согласованные акции. Это нужно действительно пройти определенный путь, чтобы согласовать, явиться в администрацию, подать заявку, там, иной раз тебе говорят, давайте в другом месте там какие-нибудь придумают препятствия. Вот. На Ковалихе мне один раз только согласовали эту акцию, после этого мне не согласовывали, но мы поняли, что лучше идти у них вот как бы немножко, можно сказать, на поводу, и добиваться все-таки согласования этой акции, пусть и в другом месте. У Катера Герой? У Катера Герой ни разу мы не делали, хотя предлагали. Мы делали как раз на площади Свободу Герой в пятого года, причем это было именно в тот момент, когда Булаев придумал свое распоряжение о местах, где проводить, и для Нижегородского района отвел Катер Герой. Вот. И, конечно, это место не то, которое нужно. и Артемский угослал. Вот. И мы заявили о памятнике героям пятого года на площади Свободы, и нам согласовали. И после этого там как раз это место закрепилось, и стали постоянно там проводить. У нас там были пикеты против застройки, это еще был 2007-2008 год. Но в чем здесь недостаток? На них приходит гораздо меньше жителей, чем на сходы жителей, которые проходят прямо во дворе. Здесь это уже беда нашего общества. Вот такое действительно немножко потребительское отношение. Я считаю, что это просто издержки вот этого общества потребления, когда все равно человек мыслит ограниченно, у него мышление на уровне вот что лучше лично для меня, и солидарность, она вот на таком достаточно минимальном уровне. И потратить свое время и пойти, скажем, на площадь свободы для многих уже непреодолимые препятствия, хотя во двор попротестовать многие выходят. И поэтому действительно вот акции непосредственно во дворе они собирали иной раз больше жителей, чем акции на той же площадь свободы или на площадь Ленина мы заявляли некоторые акции. Вот. Поэтому здесь ну это говорит об уровне гражданской активности о уровне самосознания людей. Вот. Причем когда вот эти акции я собирал, все равно я позиционировал не только какой-то один локальный интерес, а именно против уплотнения застройки в Нижнем Новгороде. Вот именно вот так. в общем. Мы сейчас ищем способ выйти из вот этой истории, когда ну понятно, да, то есть это достаточно узкая ниша, в которую загоняют, да, протестные действия тут же объявляют. Ну понятно, это выход надо найти из этой ситуации. Маленький нюанс, который связан с сотрудничеством с различными политическими силами. Вот когда я начал пройти эти акции, мне, можно сказать, повезло, я вышел на такое сообщество, как Союз Кредитационных Советов, это СКС, Союз Кредитационных Советов, это, если вы знаете сайт Институт Коллективных Действий, ИКД, там Карин Климан в основном этим занимается, это жена Олега Шейна, бывшая, бывшая, да, вот, или, скорее, это он ее бывший муж, может так сказать, потому что по уровню активности она, наверное, не уступает ему совершенно. Француженка, которая приехала в Россию, вот, создала этот Институт коллективные действия, она социолог, вообще занимается социологическими исследованиями, и на вот этой базе активисты, жилищные и различные другие активисты, внепартийные, придумали вот как раз вот эту идею коррекционных советов, в каждом городе традиционный совет, который занимается различными гражданскими, экологическими вопросами, координирует какие-то протестные акции, вот, в тот момент, когда вот это был пик, как бы, активности, с 6-7-8-го года, было 32 города, где были такие советы, вот, проходили форумы, вот, в Новосибирске был форум, я туда ездил, потом, в других городах, в Астрахани, тоже, Шейн, там, нам дал, как бы, по-другому ездить туда, вот, и, что, как бы, активисты из разных городов говорили, более эффективные способы воздействия на власти, чтобы защитить какие-то, вот, экологические права добиться отмены застройки, это действия самих жителей, или, по крайней мере, позиционирование, это как действия от самих жителей, не от какой-то партии, вот, а именно от жителей, потому что, как только начинается позиционирование от лица партии, власть сразу говорит, все понятно, это пиар, это политика, вот, я сам у себя испытал такое, хотя я не являюсь членом ни одной из партий, однажды жители пришли, мы пришли в администрацию и устроили там типа такой стоячий забастовки, пока к нам не выйдет Кондрашов, вот, в итоге мы там простояли до 12 часов, он вышел, народ пустили, сказали, так, поднебесно, не пускать, политики нам не надо, вот, то есть, меня не пустили, то есть, ну, почему здесь они позиционируют, как бы, политика, это вроде защищает человек то, что ему, как бы, и не нужно, да, так же, как вот этот дом, он лично там не живет, вот, а жители, они живут, они, как бы, действительно, вот, для власти, они, как избиратели, как электорат, им, все-таки, власть пытается, как пить, кимах, ну, тем более, у нас,